Изучить иностранный язык в домашних условиях вполне реально. Главное, чтобы было большое желание. Школьная программа чаще всего дает только базу, но получить достойный уровень знания языка можно и с нуля в любом возрасте. Первое знакомство с английским языком у Виктора Талеева случилось, как и у многих в школе. Постигнув азы инглиша, он продолжил изучать иностранный язык в среднем учебном заведении, а вот более глубоко погрузиться в языковую среду уже после студенчества помог случай. Таким поворотным моментом стало, что я однажды попал в больницу, заболел, а там делать было нечего. И попросил, чтобы мне принесли какие-нибудь учебники по английскому языку, так как мне нравилось и нравится до сих пор. И я выбрал один такой хороший учебник, мне он очень понравился, называется «Практическая грамматика английского языка», издательство МГУ. Там ничего не было, никаких текстов, никаких картинок, просто правила, объяснение, пример. Метод самостоятельного изучения помог разобраться с грамматикой, а вот над произношением пришлось работать, долго подбирая удобный способ. Я пытался выучить, опять же, по музыке, тексты, писал на русском языке, потом пытался по транскрипции, словаря, отдельные слова выводить. Кое-что получалось, так радовалось, чтобы получалось найти подходящее. Но скажу прямо, этот метод вообще совершенно бесперспективный, он не работает. Английский язык в жизни Виктора скорее для себя. Но даже с любительским уровнем знаний его неоднократно приглашали поработать переводчиком для приезжих делегаций. 10 неизделанных тестов, 9 неизделанных домашних знаний. Екатерина Тарасова выбрала более современный метод изучения английского. Девушка постигает основы грамматики и произношения в режиме онлайн. Ну, вообще, у меня есть два способа изучения языка на данный момент. Это через скайп и через платформу специальную, то есть, которая там также видеосвязь с учителем, ну и домашние задания уже на этой платформе. Мне, в принципе, и так, и так удобно. Я чередую для того, чтобы не общаться долго с одним преподавателем, а преподавателя чередовать. То есть, их у меня три, я их как бы между собой чередую. Ну, вот стоит это примерно все одинаково, поэтому финансово нет разницы. Мотивы для изучения английского у семьи Тарасовых достаточно просты. Комфортные путешествия без языкового барьера, развитие своего дела за рубежом, раннее изучение иностранного языка с ребенком. Сейчас маленькие дочки уже читают сказки на английском и всячески пытаются добавить английскую речь в обиход, например, во время уроков. Хотелось индивидуальное занятие, и так как все время большая занятость, большая загрузка, даже еще доождения ребенка, не хотелось тратить время на дорогу, там сборы, разборы, ну, то есть, как бы по скайпу проще. Организовался 10 минут, вроде причесался, и как бы ты молодец, ты прилежный студент. Как признаются наши герои, английский в школе дал им только базовые знания, которые отложились в подкорке и ждали своего часа. Но и без этого каждый может освоить другой язык. Главное – действительно захотеть. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».